Доброго здоровья! С вами Нелнара. И сегодня мы затронем такую тему «Почему людей со старыми душами не понимают родные и друзья?» В мире процветающего потребительства большинству людей старые души кажутся странными. Некоторые люди становятся старыми в свои 18, в то время как другие остаются молодыми даже в возрасте 90 лет. По мере взросления мы всегда чувствовали некоторые сопротивления переменам. Всё новое, что нам хотелось попробовать, так или иначе было неизменно связано с незначительным или сильным сопротивлением. Исследуя себя, мы часто сталкивались с неизвестным. Что заставляло нас сомневаться в своих убеждениях и ценностях? Именно этот процесс самопознания иногда заставляет человека, к примеру, решить, что его истинное призвание — быть художником. И он бросает учёбу. Точно так же вас может начать беспокоить проблема перенаселения планеты. Или вам может захотеться усыновить ребёнка, а не рожать его самим. Такого рода решения создают у окружающих вас людей впечатление о вашей незрелости. Людей со старыми душами часто называют странными за их нетрадиционные идеалы и стиль жизни. Как правило, их преследует чувство оторванности от самих себя и реального мира. Потому что вещи вроде обретения большого богатства, владения дорогим имуществом и прочих атрибутов материалистического стиля жизни не представляют для них интерес. В мире процветающего потребительства большинству людей это кажется странным. Наличие другого мнения и набора ожиданий от жизни приводит к тому, что люди просто не понимают вас и того, что вами движет. По мере вашего развития расширяется и ваше самоосознание, позволяя вам чётко определить своё мировоззрение. Проблема старых душ заключается в том, что они зачастую видят перед собой множество возможностей, но вместо того, чтобы воспользоваться ими или самим выбрать свою судьбу, они сами загоняют себя в рамки. Интуиция — это тонкий и сложный язык, а старые души активно работают над тем, чтобы научиться улавливать малейшие сигналы своего тела. Внутреннее чутьё — это самый простой уровень физической интуиции. Передающий свои послания в виде сигналов «да» или «нет» и «безопасно» или «небезопасно». Чаще всего мы прибегаем к нему, когда пытаемся принять какое-то личное или профессиональное решение касательно людей или отношений. В процессе принятия таких решений старые души полагаются исключительно на свои внутренние инстинкты. Поэтому окружающие не могут понять вашу логику. Когда вы говорите им фразу «У меня такое чувство, что…» Одной из самых частых проблем, вызванных отношениями со старой душой, является её неспособность почувствовать свою принадлежность к кому-либо или чему-либо. Вы можете объездить весь мир или прожить в одном городе всю жизнь, но вам всё равно будет крайне сложно найти в этом мире свой дом. Старые души постоянно ищут подобных себе и место, в котором они смогут обрести покой. Иногда старые души выбирают изолированное существование. Вам постоянно хочется уединиться, чтобы поразмыслить над жизнью и восстановить свой запас сил. Однако такое поведение, как правило, очень расстраивает ваших родных и друзей. Они любят вас и хотят находиться рядом с вами. Если им не знакомо чувство полного энергетического истощения, и они не понимают вашу необходимость побыть одному, это может привести к проблеме. А именно, когда им захочется встретиться с вами, вы предпочтёте побыть дома и почитать книгу. Старая душа. Происходят ли похожие в вашей жизни? Находите ли вы некоторые признаки старой души в себе? Если это совпало полностью с вами, то, возможно, вы старая душа. Если большая часть совпала, то, возможно, зрелая. Если половина совпала, то, возможно, юная. А если вы не можете определиться, какая вы душа, вы всегда можете спросить меня, и тогда я посмотрю вглубь вашей души и даже духа. У меня есть такая возможность. По фотографии я могу заглянуть и узнать возраст вашей души. Если хотите, можете написать своё мнение в комментариях под видео. А на этом мы с вами прощаемся, но только до следующих встреч!